Добрый день! У нас, конечно, утро ещё, да вот такое вот мокрое. Так, Костя на права сдавать, едет Таня с ним, как поддержка. Не выспались все. Я-то так думаю, что я сейчас кофейку попью, таблеточки выпью и лягу. Потому что сегодня все долго будут спать. Я ночью в три часа где-то угомонилась. Всё, поехали. Так что сегодня можно завтрак не готовить. Станут, разбудят. Так, приехала прихожка. Папа, дай Кире влажную салфетку, пожалуйста. И одну салфетку. Детей полный дом. Это вешаный прихожий. Вешаный на неё одежду. Так. Вон, да? Две. Они сдвоенные. Их вообще две, да. Вот у нас огромное количество вот этих всяких сладостей. Наверное, надо прятать. Потому что Саша не выдержит. Уникален вкус. Нафин. У них одни твёрдые знаки. Язык, конечно, невыговариваемый. Лукумс, ядки и стафиги. Ядки – это ягоды, да? Ядки? Да. Нет, это орехи. А, орехи. Саша соскучилась по фикс-прайсу. Да. Пришли в фикс-прайс. Пока мальчишки наши собирают прихожку. Кира сразу слиняла. Она за этим мороженым пошла. Какие-то утки новые пришли. У нас сравнивают цены. В Болгарии тут. Куры так же, да? Одинаково. Куры так же? Ну, ну, вот эти вот колбаса есть. Здесь мелочи. Да. И рыба, впрочем, тоже. Вошла. Большой, но его там нету, только шоколадный. Я взяла маленький. Кидай, кидай. Вот представляете? Ребенок захотел мимозу, салат. Да. Купили она прямо на улице. Вообще плевать. А дома еще борщ. Сейчас кот все мясо будет жарить. Я типа не помню, что... На гриле. Что еще такое хотела? Что еще такое хотела? Ручка на селедку и под шубой. Мы взяли. Ну, что-то я не помню, что еще мне было надо. Солянку вот. Солянку приготовим. Все, это Егор остановит. Угу. Еще хоро, мальчики. На, хочешь еще? Нет. У меня прос... Мы пришли с прогулочки. Тут все что-то делают. Я легла, я уснула. Проснулась. Тут вам чего уже. Сейчас Костя с Таней взяли Киру и Сашку маленького. Поехали в любимый магазин Леруа. Мы остались с Егором и Сашей Большой и Гришей. В общем, короче, детей у нас. Никому не надо. Можем подарить на время. Наконец-то купила сантиметр. Так, ну что, вот вчера сверлила, сверлила. Вот, еще мне вот Саша привезла вот такой коралл. Прям коралл, коралл. Такие кругленькие, хорошенькие бусинки. Вот. Надо думать. Я люблю что-нибудь делать из свеженького. Кто там? Я. А, ты можешь к нам что-то подняться, если хочешь. У нас куда-то идти под разговоры. А, у вас разговор? Ну что, мои хорошие, я ожидала, что у нас будет цирк. Цирк. Абсолютно нормально. Вот сегодня утром Костя пытался Егорку поднять, поехать на макет России. Егорка не поехал. Они взяли Киру, уехали. И вот время уже 4 часа, а их нет. Егорка тоже, как все сейчас подростки, сидит в интернете, поболтает со мной и пойдет опять своими делами заниматься. Саша тоже уехала вчера к Лизе, к подруге своей. И вот пока нету. Но обещала вернуться сегодня. Так что, нормально все. Все хорошо. Но сниматься не хотят. Не хотят. Стеснительные. Ну, а подростки, они же знаете какие? Кира говорит, я такая страшненькая. На самом деле хорошенькая девчонка. Ну, в общем, а Егор вообще стесняется. Он такой закрытый. Но со мной нормально разговаривает. Немножко отвыкли, но вчера нормально. Уже все было хорошо. Я очень рада. Мне очень приятно. Прямо и кормить их, и стирать их одежду. И для меня все приятно. Конечно, два с половиной года не видела. Они так выросли. Ой, Кира выше меня. Егор вообще, я ему по плечу практически. Ну, Егор худющий. Ну, они у них мамина генетика. Они худые. Что Макар, что Егор. Да и Кира тоже такая, худенькая. В общем, все хорошо. Дождик идет, хотя сегодня не обещали дождя. Саша рада, говорит. Ой, так хорошо. Про, прохладненько она прям вчера ходила и радовалась. А Даня вчера прислал видео. Саша попрошу, она мне скинет. Данте, язык до колена от жары. Улегся, какая-то лужа была среди травы и лежит довольно счастливый. Жарко. Жарко, да. Жарко у них. Зайки мои, я практически не снимаю. Ну, чего, они не хотят сниматься. Чего я буду насильно? Я только камеру включаю, они разбегаются, как тараканы. Я тоже думала, буду снимать их. Ну, ладно, не хотят и не надо. Я тут продолжаю жемчуг сверлить, никудышный, потихонечку. Потом буду какое-нибудь украшение из этого собирать. Вот у нас появилась прихожка вот такая. Удобно сидеть можно и что-то туда сложить. А с этой стороны вот такое вот. Нормальное место хватает. Пройти, раздеться. Вот, так что... Так что потихонечку у нас все обустраивается. Ой, не помню, я вам говорил или нет. Костя сдал. Знаете, какие они права-то. Водные, морские, не знаю, как называются. Довольный. Довольный прям. Столько он к этому стремился. Чего лодка стоит. Теперь вот через неделю права получит. И пойдет. По волнам. Сам уже без Дениса. То он за Денисом ходил по воде. Вот. Ну вот. Блин. Все хорошо. Егор чего-то рвет второй раз. Ой, Господи. Не бывает, что все хорошо. Костя поехал за лекарствами, а у нас и нет ничего такого. Главное, поел утром только кашу и, говорит, аппетита нет. Ну, кашу ели все. У всех все нормально. У него... Ну, я грешу, может быть, все-таки это, знаете, переезд из одного климата в другой, вода другая. Дождик усилился. А вам привет от Марины. Она в Лисках. Живу в раю. Вот здесь я сплю. Это мои апартаменты. Вот это огород. Это они сегодня не все еще обиходили. Люди пашут. Просто. Померзла вся вишня. Абрикосы. Все померзло в этом году. Здесь дом будет строиться. Гараж. Моя машиненка стоит. Представляете? Это мое лежбище морских котиков. Сейчас буду книжечку читать. Помидоры вон на грядках. Лук. Огурцы. Вот помидоры вот такие. Сейчас я вам покажу, какие у них уже есть огромные помидорища. Но они еще не покраснели. Вот они какие. Помидоры. Вон помидорки. Помидорки. Видео снимаю. Скоро через недельку-другую вон огурчики. А вон какие помидоры. Нет, огурчики вовсе. Огурчики вовсе у них, да. Видали? Какие огромные. Ох, как хочется помидорку с грядки. Да еще это, как сказать-то, привязаны такими красненькими штучками. Идешь, думаешь, вот он помидорчик. А не хотите ли холодца? А вот и хрен вам. Вот и нет никакого. Капустка. Короче, вот так вот люди ухаживают за землей. Земля здесь очень тяжелая. Это чернозем. Вот так и живут. Это прям праздник какой-то. Саша приехал от Лизы. Привезла нам грузинского вина. Чурчелу. Белорусской колбасы. Палку. Вот я ее пытаюсь разжевать. Но пахнет очень вкусно. Но жестко. Вот. А это из Грузии камушков. Браслетиков. Лизка. Я прям ее обожаю. А, и белорусскую еще настойку. Вот она была за это время в Грузии, в Белоруссии. Так. А Костя поехал. Макара встречать. Что, мои хорошие, вот так вот. Забрали нашего Егорку в больницу. Егор уехал? Ну, чего его рвет? Егор. Ой. Кошмар. Господи, хоть бы все было хорошо. Че-то они никак не уедут. Мы собрались. А вам гляньте, че творится. Уже уехали, вспомнили, что не закрыли окна, которые в крыше. Это же зальет все. Вернулись. Егорку нам вчера вечером вернули из больницы. Теперь пьет лекарства. Наверное, вам слышно, как дождик лупит. Главное, черная туча ушла. А все серое вокруг. Наверное, вам слышно, как дождик лупит. Главное, черная туча ушла. А все серое вокруг. Ну, неприятно, если бы закрыли окна на крыше. У нас бы залило до самого первого этажа бы все. Офигеть. Просто льет. Просто все в воде. Машины заливают окна соседних машин. Но радует, что это не только в Питере, еще ему скрепкается. Это не проявление питерских качеств. Просто не видно ничего. А это из вега посетители. Там возвращаются. И всток. Недовольно по-какому. Недовольный сервисом, да? Да. В вегах все это... Ливень кончился. Уже хорошо. Ну, полежи, пожалуйста, подключай. Что? Прикрел. По номеру телефона. Мам, а какой у тебя номер? Строятся мосты, развязки. Мы приехали в гранд-макет России. Я вам уже снимала уже сколько? Года полтора назад. Ну, я думаю, что еще поснимаю. Мне очень нравится. Они там все время что-то же достраивают. Да, они там доделали. Какие-то. Какие-то люди работают, которые ремонтируют все это маленькое. Все эти машинки. Дрель такая же маленькая, как у меня. Вон у них тут запчасти. Видите, сколько. Уважаемые гости, к вашим услугам, программа аудиогидов и виногринских... Посмотрите, какая прелесть. Поехала в прицепе. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дети мои отказываются сниматься А Саша уехала к Лизе на два дня И она-то не пугается сниматься, но ее нет Вот такие вот дела Ну а в остальном все потихоньку Очень, конечно, напугал нас Егорка, но, слава Богу, обошлось Вот, так что, пока я с вами прощаюсь Снимаю очень помалу, просто вообще совсем Вот, уж простите меня Я сама думала, что я тут буду целый день снимать Сашка Так обрадовался, что приехали ребята А на самом деле целый день бегает по своим делам Дождик начинается, он бежит, ну или на велике едет А так, порадовался, что приехали, ну и все Ладно, мои дорогие, давайте пока-пока Я кручусь тут, как стирки сколько Посуды сколько грязной Сколько всего приходится убирать Ой, так что вы уж меня простите, зайки мои Всего всем хорошего Только хорошего Я вас целую и обнимаю, мои хорошие Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok